Самая реальная жизнь. Вы хотели реальную жизнь, реальных съёмок. Вот я приехала сегодня в офис, потому что я из постели где-то в 2 часа вылезла. Не потому что я не работала, а потому что сегодня я раз в 6 плакала, потому что я готовлюсь к пробуждению. Это у меня называется битресурсным состоянием. И я приехала в офис, и Дима, это Дима, теперь мы будем снимать тебя. И вот Дима говорит, Оля, нам нужно доснять воскресный выпуск. И я взяла вот бумажку, скажи, значит, написала всё на бумажке. Я не буду по ней читать, идёмте. Вот я не буду по ней читать, но просто здесь план, чтобы я вообще не забыла о том, что нужно сказать, чем дописать этот выпуск. И, в общем, вот так всё происходит. Абсолютная реалити. Конечно, мне бы хотелось сегодня сказать, что я сделала очень много, но на самом деле да. На самом деле, значит, я сегодня поняла, как из того, что у меня есть сейчас, из-за вот этих проектов, как мне монетизировать ещё, из них ещё родить два проекта, которые я могу монетизировать. Вот. Это очень классно. Мой любимый навык. Люди пугаются. Это мой любимый навык монетизировать всё. То есть, сегодня я буду в этой бумажке написанной, я буду рассказывать, я буду рассказывать о навыке моём любимом. Это когда ты думаешь, как получить денег больше, не ищи эти деньги где-то на стороне. Ну, там, типа, не начать ли мне сейчас стены красить, да, а может быть я сейчас пойду, изучу английский язык и буду тренером по-английскому. Нет. Подумай, какая проблема есть в твоём бизнесе и какой продукт ты можешь сделать дополнительный, чтобы решить эту проблему. Ну, и сделать новую проблему. Ну, в общем, вот так. Так что, сегодня мы снимаемся, и позже чуть-чуть я запишу ещё немножко полезного... полезного... господи, контента. Вы поняли. Это Брэд, это Питтен, мои друзья. Да, это компания, в общем, главная, офигенная. Запомните их, они заплатили мне много денег за рекламу. Очень классные. Очень круто. Можете позвонить им или написать. Ну, вы как бы где-то найдёте их, ищите их, этот, классный такой. Холл-фэк, ищите меня. То, за что мне стыдно в своей стране. Какая страна. Я, кстати, стесняюсь показывать в своих влогах, а здесь покажу, как выглядит Майдан. Вот скажите, пожалуйста, сколько можно и нужно заплатить в этой стране, чтобы на центральной площади столицы вот это стояло? Это просто анриал. Ну, конечно, не то, чтобы инсайтами, а, наверное, тем, что лезет в моей жизни, и то, что отвлекает за... В каждый день не будет таких же вопросов. А где теперь взять деньги, чтобы проплатить зарплаты? А где теперь взять деньги, чтобы делать новые товары? Создать, начать обучать. Обучать не только невестам, но и снователям и снователям и снователям и снователям. Только таким образом, когда вы находите решение своих проблем, и делайте их ответственность. Хочу. Ты что, снимаешь? Ты это, подловил, да, меня? Ну что? В общем, я признаюсь вам честно... Свет включи. Я признаюсь вам честно, сегодня я вот именно вот так, как я вам и говорила, провела значительную часть дня, причем с закрытыми шторами, потому что никак по-другому нельзя подготовиться к своему тренингу. В офисе все время отвлекают. И у меня мандраж, мне кажется, вот с каждым днем, уже с каждым часом до пробуждения становится все больше, потому что практически каждый раз... Я сейчас говорю и думаю, как круто я могу говорить, а не думать о том, о чем говорю. Но каждый раз, когда я готовлю какие-то вот такие внутренние проекты, меня пробивает дрожь. Я сегодня буквально проснулась с удушьем в 6 утра, я не могла глотать, потому что я думаю, боже, а что, если они придут, а я ничего не смогу сказать. И очень хочется много сказать. И я понимаю, что у меня очень мало времени, всего лишь там 6-7 часов. Отвратительно мало. Я сегодня проснулась, начала все структурировать, я начала подбирать музыку, я начала подбирать какие-то фотографии, в общем, понимать, что делать. Мне кажется, что мне бы очень хотелось сейчас иметь огромную режиссерскую группу, мне бы хотелось очень иметь в себе мачете с инструментальными всеми ансамблями. В общем, я уже вижу в голове, как это пробуждение должно быть по-другому. И если вам нужно на что-то настроиться, моя рекомендация такая, что не ходите в офис, не ходите или наоборот уйдите куда-то, где вас никто не будет трогать. Я сегодня заткнула наушниками уши себе и в общем работаю. И сейчас к этому пробуждению активно готовлюсь и у меня появилась идея, как можно сделать пробуждение доступным в каждый город. И сейчас, кстати, возможно, если вы хотите привести меня в свой город, в организатор, мы сейчас сделали очень доступное предложение для того, чтобы максимальное количество городов проездить, пробудить. Мне так сильно захотелось общаться с людьми в разных городах, с теми, кто меня знает, не знает, но с теми, кто меня ждет, что я прямо готова это лето посвятить себя вам полностью. Вот, я с трансерфингом реальности, кстати, спасибо моей Кристине, любимой подружке. Смирновый Крист делаю тебе рекламу. Кристина организовывает, кстати, уже в среду мы едем в Кременчуг. Вот, с пробуждением я очень жду встречи с этой девочкой, я тебя люблю. Вот, что я вам хочу сказать полезного. Работайте над своим бизнесом каждый день, работайте над своими страхами каждый день. А уже сейчас начну говорить вам пробуждение. Идите туда, где вам страшнее всего. Это так важно. Не сдавайтесь. И не ищите возможности для капитуляции. Это очень важно. Потому что капитулировать хочется постоянно. И если бы вы знали, какое количество раз я думала, зачем я сделала это пробуждение, зачем я себе устроила это, я так сильно волнуюсь. Но я понимаю, что это пробуждение пробудет что-то новое дальше в моем бизнесе. Во мне, прежде всего, во мне, сука. Потому что бизнес – это всего лишь паровоз, с помощью которого ты один превращаешься в ты совершенно другого. Та Оля, которая была много лет назад, ее сейчас нет. Я выбрала фотографию, которая будет на одном из эпизодов. Смотрите. Это я, это мой папа, и это моя самая лучшая в мире мама. Я каждый раз плачу, когда вижу себя маленькой. Ну все. Сегодня такой день. Сегодня я завершу этот выпуск. Дима прислал, смонтировал маленький ролик с бизнес-завтраком. Посмотрите его. Посмотрите, как у нас классно. И не завидуйте моей жизни. Создавайте свою, а ко мне просто присоединяйтесь. Во все проекты, в которые только возможно. Благо, мы для вас стараемся. И я вам обещаю, что через год я соберу такое пробуждение, что весь мир просто охренеет. Моя ключевая задача, чтобы вы после вот этого всего для себя очень четко понимали, готовы ли вы. Если не готовы делать свой канал, то таким образом вы можете использовать в бизнесе по-другому.